4,5 месяца работы и почти 2000 родов. К Международному женскому дню областной перинатальный центр, который принял первых пациенток в конце октября прошлого года, подошел с отличными показателями. Они свидетельствуют о том, что система родовспоможения и охраны здоровья матери и ребенка в Оренбурге действительно вышла на качественно новый уровень. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Зелябин. Здравствуйте! Декабрь 2016 года. Председатель правительства России Дмитрий Медведев осматривает только что пущенный в эксплуатацию новый объект здравоохранения Оренбургской области. Досконально интересуется оборудованием перинатального центра, его возможностями, комфортом пребывания в нем роженец. По итогам своего посещения делает вывод. Огромные бюджетные средства, которые потрачены на возведение и оснащение центра, пошли впрок. Условия очень приличные, нормальные, комфортные. В то же время нет ничего лишнего. Типовые решения, проектирование медицинских учреждений, школ, детских садов – это очень важно, поэтому курс на поддержку типовых решений мы обязательно продолжим. Областной перинатальный центр – это родильный дом третьего уровня, то есть оснащенный по максимуму и соответствующим уровням подготовки медперсонала. Его главное предназначение – свести к минимуму младенческую и материнскую смертность. Сюда поступают женщины с различными патологиями беременности и задача врачей – сделать все, чтобы после родов и мама, и малыш были живы-здоровы. Тенденции современности – женщины стали рожать уже в весьма зрелом возрасте. Если еще совсем недавно средний возраст роженицы составлял примерно 25 лет, то сегодня все больше случаев, когда мамами становятся и в 35 и даже позже. Для подавляющего большинства – порядка 90% – это, конечно, уже вторые роды, но всем известно, чем старше женщина, тем больше вероятность, что во время беременности что-то пойдет не так. Какое-либо заболевание, на первый взгляд, не слишком серьезное, перенесенное женщиной во время беременности, может очень сильно отразиться на здоровье плода. Ребенок может получить, например, врожденную пневмонию и тогда без реанимационных мероприятий не обойтись. Врачи говорят, что таких случаев становится все больше и за жизнь новорожденных приходится буквально бороться. Новейшее оборудование и передовые методы лечения, которые применяются в перинатальном центре, резко увеличивают шансы на победу в этой борьбе. Равно как и тогда, когда наблюдается так называемый резус-конфликт – несовпадение резус-фактора крови матери и ребенка в ее утробе. В обычных условиях вероятность преждевременных родов и гибели младенца фактически стопроцентная. В перинатальном центре, где недавно освоена новая операция – внутриутробная гемотрансфузия, проще говоря, внутриутробное переливание крови, ребенок останется жив, а его мама счастлива. В декабре месяце я в первый раз приехала в этот центр для проведения диагностики. Было выявлено, что у ребенка положительный резус-фактор крови и, соответственно, у нас резус-конфликт. Каждые две недели потом я приезжала на УЗИ и на третий раз, приехав, уже обнаружились симптомы гемолитической болезни. В данной ситуации был очень тяжелый случай. Сердечная недостаточность была у плода и ребенок еще недоношенный. То есть выход у нас был один – это переливание крови. Раньше для проведения таких операций беременных из Оренбуржья направляли в медучреждения других регионов страны. Теперь переезды не имеют смысла. После обучения двух врачей в Екатеринбурге наш перинатальный центр в состоянии проводить их самостоятельно. В планах – расширение списка операций по внутроутробному вмешательству, что, безусловно, еще более повысит вероятность благоприятных родов при патологиях беременности. Мы планируем развивать дальше помощь при врожденной патологии почек, при врожденной патологии мочеводящих путей, легких. То есть это все те технологии, на которые был рассчитан этот перинатальный центр. В этом плане наши ожидания, конечно, оправдались. Перинатальный центр оправдывает ожидания и тех мам, кто родил двух или даже трех малышей сразу. Анна Манукян со своими тремя дочерьми находится здесь уже месяц. Врачи ждут, пока младенцы наберут нужную массу тела и смогут самостоятельно питаться материнским молоком. В том, что все закончится хорошо, сомневаться не приходится. Дома жену и детей ждет любящий супруг. Семейная пара давно мечтала о детях, а тут сразу тройное счастье. Молодая мама отмечает отличный уровень оснащения перинатального центра и высокий уровень квалификации персонала. Споры о том, где лучше рожать поближе к дому или в таких специализированных медучреждениях, идут до сих пор. Многие женщины не хотят уезжать далеко из своего города или села. Мол, дома и стены помогают. Оттого и звучат требования открыть в такой-то больнице родильное отделение, не сокращать его в другой. Однако правильнее вопрос ставить по-другому. Нигде рожать, а как рожать. Как в прошлом веке или в самых современных условиях с максимальной вероятностью счастливого материнства. Выбор должен быть очевидным. Это были акценты дня. Увидимся. Продолжение следует...